Вот мы до сих пор прошли, прошли, значит, образование Вселенной, образование Солнечной системы, строение Земли в общем виде, в самом общем виде, прошли магматизм, интрузивный магматизм, эффузивный магматизм, метаморфизм, кратко, но прошли. Значит, для выполнения программы вам, конечно, нужно читать. Вот, к сожалению, сейчас чтение не в моде, в том числе и в школе. Ну вот интересно, я по своему внучку смотрю, ему 16 лет, будет вот, ну днями. Он в 10 классе. И вдруг весь класс, все 10 классы, сняли и отправили в военные лагеря. И вот он неделю разбирает и собирает и стреляет из автомата. Это 10 класс. Я помню, я был в 10 классе, мы тоже ходили с винтовками по Мерзяковскому переулку на Арбате, со штыками причем. На Арбат выходили, где проезжал Иосиф Виссарионович. И нас со штыками и не гоняли никуда. Вот сейчас вы выйдете с винтовка со штыками. 20 человек. Вот 10 класс всех, как говорится, призвали на неделю. На неделю. Так что времена меняются, и мы меняемся с ними. По-латыни это называется temper mutantur, and mutantur not illud. Запомните, это хорошее выражение. Очень. Ну так вот, мы прошли эту первую часть. Понимаете? Эту часть вы будете в разном виде проходить в специальных курсах. Петрография, крыселография и другие курсы, которые у вас будут. А вот сейчас мы переходим к другому разделу общей биологии. И вот начнем с выветривания горных пород. Это очень важная тема. Ну, я, по-моему, говорил вам, когда я проходил собеседование при поступлении. Ну, я с медалью был. Меня, значит, просили, что такое выветривание. Я говорю, выветривание – это работа ветра. Он говорит, правильно, но вообще-то не так. Я говорю, так я не геологом, а летчиком хочу быть. Ну, вот вы узнаете, что это не так. Так вот, давайте мы рассмотрим, что такое выветривание. Значит, вот магматизм, вулканизм и другие процессы – это созидание пород. Значит, был расплав, стала горная порода. А вот выветривание – это разрушение горных пород. Это очень непростой процесс. Но мы его видим везде. Везде происходит выветривание. Вот если вы идете по асфальту, здесь, ну, вдоль леса, вот тут, вы видите на асфальте корни, ну, не корни, а выступы над корнями. Вот это асфальт начинает выветриваться. Биологическое выветривание и так далее. Вот на этой картинке, которую вы видите, это, значит, какой-то горный хребет. Вы видите неправильную форму этого хребта. Но она же не такая была, когда это породы накапливались. А что влияет на горные породы? Это, прежде всего, атмосфера. Вот эту схему вы должны твердо знать. И если вас спрашивают, ее изображать. Значит, что эта схема показывает нам? Она показывает... Сейчас, немножко. Значит, нижняя часть атмосферы, ну, примерно до 10 километров. Мы живем в тропосфере. В тропосфере. Температура в тропосфере падает. Падает. Значит, вот... У нас здесь у нас... А, нет. Вот это ноль. Вот это ноль. А это минус 50. Ну, когда вы летите на самолете на высоте 10 километров, ну, обычно, то, как говорят, температура там минус 45, минус 51. Вот это как раз зона. А вот дальше идет стратосфера. От 10 километров примерно до 50. И на 50 километров это страто-пауза. Вот это, обратите внимание, вот здесь температура падает. А вот здесь температура растет. И на высоте примерно 50 километров температура тоже около нуля. Градусы. А дальше идет такой слой примерно до 80 километров. 80 километров – это атмосфера все еще. Температура опять падает. Падает чуть не до 80-90 градусов. Это мезосфера, которая граничит мезопаузой. А дальше давление тут, ну, падает, конечно. Оно уже низкое здесь. И там идет термосфера. Я потом объясню. А вот выше тысячи километров, выше, это будет экзосфера. И вот даже в экзосфере отдельные молекулы воздуха существуют. Молекулы отдельные. Но там нет воздуха. Ну, вы знаете, что на высоте 8 километров, Эверест, там примерно 40 процентов кислорода. Но туда лезут без кислородных аппаратов. И могут даже и дышать без кислородных аппаратов. Ну, вот на 5,5 километров я дышал, но с трудом, надо сказать. Но дышал. Все-таки не помер. Вот так и здесь. Вот смотрите, температура падает, растет. Падает, опять растет. Вот это строение, вот этой атмосферы. Это не просто так. Это не просто воздух вот над нами. Над нами сложная система геосфер. Геосферы в атмосфере. Вы знаете, что, ну, угроза вся. 9-8 километров, вот высота. А вот еще ионосфера есть. Ну, это мы потом поговорим. Это очень важный слой. Выше 20 километров есть. Ну, вот эта атмосфера... Да, ну, вот тут у меня озоновый слой точками показан. На высоте примерно 20 километров. Это очень важный слой. Он защищает нас от вредного излучения. Озон – это О3, не О2 кислород, а О3. Вот строение атмосферы непростое. Это самое примитивное изображение. Вот его вы должны знать. И если вас просят строение атмосферы или влияние атмосферы на выветривание, вы должны показать вот такую схему. Значит, мы все живем в воздухе. Вы думаете, тут ничего нету в воздухе? Нет, тут много чего есть. И вот породы горные, благодаря изменению температуры, благодаря осадкам, которые есть, начинают разрушаться. Вот этот процесс разрушения называется выветриванием. Оно бывает разное. Видите, и тут написано физическое, химическое и биологическое. Вот на левом нижнем слайде вот стоит студент или студентка. Это в Крыму гора Демерджи. Это когда к Калужсе едете, то вот проезжаете эти горы. И верхний снимок – это тоже гора Демерджи. И видите, какие формы – это конгломераты. Юрские конгломераты, поздние юрские, ну, верхние юра. И вы видите, какие разнообразные столбообразные формы выветривания. Почему? А разная прочность, разная цементация. Вот там, где пусто, там цемент был более мягкий. Он разрушился. А вот такие столбы, они более прочные. Вот это очень интересно. Это то же самое, та же гора Демерджи. Вот этот камень, по-моему, у меня там есть более… Сейчас. Нет, нет. А у меня вот это. Вот это называется Бюст и Екатерины. Екатерина II. И вот студенты часто пишут, это описывается, это обнажение. Бюст и Екатерины II высечены еще Петром I. Подумайте сами, как Петр I мог изобразить бюст и Екатерины II. Вот почему-то это Екатерина называется. Вы увидите. Сейчас. Ну, вот это якобы Екатерина. Ну, очень характерно. Форма выветривания. Видите, это выветривание физическое. физическое выветривание подразделяется, вернее, вызывается вот такими причинами. Изменение температуры. Температурное – это вы должны твердо знать. Механическое. Морозобойное. Морозобойное. Что же значит морозобойное? Когда в трещину попадает вода, превращается в лед, объем увеличивается на 10%. Значит, у вас трещины, если было там, ну, 10 сантиметров, вода замерзла, значит, плюс 10% расширения. Это один раз. Второй раз – еще расширение. В третий раз – еще расширение. Наконец-то у вас развалится этот образец. Кристаллы, если растут, любые кристаллы, они что же увеличивают объем? Значит, тоже происходит расширение. Вот температурное, механическое, морозобойное – это особенно в холодных областях. А у нас в холодных областях больше половины России нашей. И рост кристаллов. Это уже жаркие области в Туркмении, в Киргизии, в Казахстане. Вот сейчас мы это рассмотрим. Вот видите, здесь показано увеличение поверхности. постепенно растрескивающим при выветривании горных пород. Чем больше порода трещиновата, тем больше поверхность выветривания. И вот смотрите, вот это монолитный блок. И вот он превращается по трещинам, которые могут по-разному возникать. Вот если вас спросить, а как трещины-то возникают? Они возникают совершенно разными путями. Это и морозное выветривание, это эрозия, дождевая, это биологическое выветривание, когда корни внедряются и раздвигают, тоже увеличивается объем. Значит, поверхность увеличивается и выветривание у вас увеличивается. Вот это важно знать. Вот смотрите, горные породы. Вот вы видите, что они растресканы. Вот куски, блоки горных пород. Вот линейка стоит. Но ведь раньше, что это был монолит, вот как образовалась эта трещина? Наверное, разными путями. Но она образовалась, она есть, и она будет расширяться. Значит, порода будет тоже дезинтегрироваться, то есть разделяться на отдельные куски. Вот смотрите, пример морозного выветривания. Ну, я говорил вам, вот порода монолитная, вода проникает в трещины. Зимой, или когда температура понижается, лед расширяется, и трещина расходится в сторону. Значит, была там один сантиметр, стала один и один миллиметр, там, одна десятая. Потом больше, больше. И что будет? Эта порода расстрескается вот на такие глыбы. Это очень характерно. Значит, попав в трещины, вода при замерзании увеличивает свой объем на 10%. Вот это вы должны твердо знать. А раз увеличивает, значит, расширяет. Формы. Формы выветривания могут быть совершенно разные. Это Крым, это Демерджи тоже. Вот такие столбчатые формы выветривания. Ведь вот это была раньше толща. Это Верхний Юра. Это вот, значит, на горизонте Яйла. Яйла в Крыму это пастбище. Вот первая гряда Крымских гор называется Яйла. Так вот, это была толща. Она вся растрескалась. И вот эти куски были более прочные, чем вот эти, которых нету. Они разрушились, а эти остались. Вот другая форма выветривания. Это, по-моему, под Красноярском. Там есть такой заповедник выветривания гранитов по трещинам. Значит, вот монолитная толща гранитов. Монолитная толща гранитов. По трещинам опять-таки проникает вода. Ну, там зима есть, она тоже замерзает. И вот образуются такие перевидные скалы. Это очень характерная форма выветривания. Но чем она высловлена? трещиноватостью. А трещиноватость идет сверху вниз. А так-то это монолитная толща. А вот это Соединенные Штаты. Значит, Большой каньон. Это вы знаете в Колорадо. И там очень разнообразные формы выветривания. Видите, толща-то была слоистая, но в ней есть отдельные более цементированные части. Вот эти части в виде колонн выступают. А так-то это слоистая толща. Вот трещины были. И по трещинам образовалась вот такая скульптурная форма. Это классическое выветривание. Или вот это огромное толща вся рассрезка. Это же вертикальные трещины были. Вот тоже ассанцы в Большом каньоне. Это песчаники и известняки. И вот более плотные образуют такие столбообразные колонны, столбообразные колонны, выступы и так далее. Ну вот это южные Домирджи. Это вы увидите сами на практике в Крыму. работа ветра. Когда я говорил, что ветер дует, я был не совсем прав, хотя ничего не понимал. Ветер дует действительно, но он выдувает то, что растрескану. Работа ветра значит, вот что-то растрескивается под разными причинами. Лед, там дождь, что-то еще. И вот образуются такие формы, они называются бастионные. Термин запомните, ему нужен бастионные формы выветривания. Вот под Красноярском, это знаменитое место Красноярские столбы, это заповедник, это граниты. Ну, видите, вот они называются во всех местах по-разному. Вот эта форма называется крепость. ну, действительно, как будто какое-то сооружение крепостное. Значит, обратите внимание, трещины горизонтальные и трещины вертикальные. Что ждет вот этот выступ пород? Он наконец-то развалится. Вот по этим вот трещинам увеличатся зазоры, это свалится, а здесь будет больше и тоже развалится. И будет развал таких глыб. ну, этот демержи опять столбообразные поверхности, вот особенно это. Столбы, действительно, столбы, это очень характерная форма. Вот какой-то заблудившийся студент. А нет, тут еще заблудившийся. А вот это на реке Лени есть такое место, когда вы плывете на пароходе, это справа по борту корабля, когда вы плывете вниз по реке, вот такие перья будут. Это столбообразные формы выветривания кембрийских пород. Это кембрии, это известняки, это ну, такое место, я не знаю, ну, несколько километров, такой изумительный рельеф там. Вот все такие перья, такие столбы. Но есть и другая форма выветривания гранитов, матрацевидная. Вот видите, похоже действительно подушку. Одна подушка, вторая и третья. Между ними трещины. Вот не вертикальные, а горизонтальные. Вот есть такой курорт в Казахстане, Боровое, известный курорт был. и там граниты, они все матрацевидные, вот такого типа. Озеро тут есть, очень характерное. А вот это другое, Ленские столбы. Вот они все названы какими-то своими именами. Я уж не помню, сейчас будет. Ну, похоже, смотрите, вот нос, вот два глаза, вот как бы лицо, а это волосы столбообразной формы. А вот есть грибообразные формы. Вот как они образовались? Вот я вас на зачете, на экзамене спрашиваю, ну, вот это, вот как такой гриб мог образоваться. Ясно, что это один слой, это другой, а это третий. И это слой более прочный, чем вот этот. Он образует шляпку, которую бронируют. Вот видите, а это ножка. Значит, это вот пустынный наверняка район. Скоро эту ножку ветром эродирует, поскольку песчинки-то ударяются, и этот гриб упадет. Это бывает такое. Вот еще примеры. Вот это ущелье Коросу. Это на Алт... Нет. Не то это, не то это. Это Кавказ, когда на Эльбру съедете по Боксану, по левому борту на речке Джика Учинкес, если я не забыл. Вот это Марена. Вот это. А это остатки валуны. Видите, они бронируют этот стол, не дают ему разрушиться. И вот здесь такая же картина. Вот под Эльбрусом это хорошо выражено тоже. Вот понимаете, почему такие столбы? Да потому что вверху были валуны, был валунный горизонт, а здесь не было таких валунов. Вот эти каменные грибы и на Алтае, и на Кавказе хорошо видны. А вот это интересное очень место. это Турция, район Каппадокии. Это знаменитое такое место. И вот это породы, это вулканические породы и гнембриты. Вот то, что я вам рассказывал, значит, ну, будем говорить, что это спекшиеся туфы. так вот это извержение было, которое создало вот этот пласт. Он более мягкий. Это туфовидные породы, туфы. Это более твердые, а это еще более твердые, которые образуют верхний слой. но вот он и сохранился, потому что вот эта шляпка более твердая предохраняет от размыва более мягкую. Вот чем интересна Каппадокия? Я несколько раз тут был. Это такое историческое место, в центральной Анатолии. Дело в том, что тут первые христианские церкви были. еще до мусульман. Вот видите, тут есть жилые помещения, пещеры и так далее. Вот они присутствуют здесь. А вот это Красноярск опять, качающаяся скала, так называемая Манская баба. место такое, вот эта голова, она держится на очень тонком, тонкой ножки. И когда ветер, она движется, ну, когда-нибудь она свалится. Ну, так она называется. красноярск. А вот это опять Красноярск. Вот дед. Ну, дед понятно. Вот нос, глаз, шевелюра. вот это скала, дед, на нее альпедисты, и не только альпедисты, лезут всегда. А это другая жаба и цыпа. Ну, вот эта цыпа, я не знаю, почему цыпа, а вот эта жаба, да, вот у нее, значит, пасть этой жабы, ну, и так далее. Вот эти формы выветривания под Красноярском, они очень характерны. Недаром это заповедник Ленской столбы. Вот еще форма колокольня. Видите, там манская баба, жаба, тут дед, тут колокольня, они все называются. Ну, кто будет там, посмотрите. А вот это очень любопытно. Смотрите, вот выветривание, вот валун огромный, вот матрацевидное выветривание, а здесь щель. И в этой щели любитель построил себе избу, и вот он наслаждается на солнышке, вот здесь сидит. ну, на любителя, конечно. Как он туда залезает, я не знаю. Может, оттуда как-то залезает, но построил. А вот это другая форма выветривания, вот это гряды. Значит, это была толща пород. в ней были прослои более твердые. Вот эти твердые прослои, ну, допустим, окремнелая порода, она подается выветриванию медленно, чем окружающая, по-видимому, более глинистая порода. И образуются вот такие выступающие гряды. Это результат выветривания. Вы смотрите, сколько типов выветривания. Если у вас вопрос в билете или там в модуле где-то будет о выветривании, вы должны вот это все рассказывать и рисовать. Вот я призываю вас к тому, чтобы вы рисовали. Вот до вас был у меня пятый курс, они не могут нарисовать. Ну, скажем, субдукция и влияние океанической плиты на континентальную, а изобразить не могут. А вот надо уметь рисовать. Но это мы говорили столб считает дельность. Причем видите, вот тут тоже вот такие горизонтальные шашки. Но она-то образовалась при выветривании как охлаждение сверху и охлаждение снизу. Но сверху охлаждение быстрее, чем снизу. Поэтому здесь не видно просто. Столбы должны встречаться. Но это тоже результат остывания. Да вот видите, грибообразные ячейстые формы. Вот я был тоже на Тайване в этом месте. Это очень интересно, выветривание. как будто вот, понимаете, это яйцо, яйцо, а это такая рюмочка для яйца и ножка. Это песчаники и это песчаники. Но это более твердые, а это более мягкие. И образуются очень такие, их много этих таких, как будто крутые яички стоят, понимаете, здесь. Вот другой тип выветривания. Карнизы нишевые, ниша. Это в районе Ирана. Дештелут. Я проезжал эту пустыню, тоже фотографировал, очень красивые. Вот такие как бы многочисленные комнаты. Понимаете? А вот это Крым, опять Демержи, опять ниша, карниз и ниша. И вот это карниз и ниши, ниш и чистый ниша. А вот это студент первого курса. А это ячеистое выветривание. вот видите, значит, вот перегородки это более прочный материал. А тут вот в Египте фото Корановского, а Корановский вот. Как я мог сам себя фотографировать неизвестно. Но неважно, кто-то меня фотографировал и назвали. Это на западном берегу Красного моря. Значит, вот мы говорили о выветривании. А теперь переходим к породам выветривания. Вот есть понятие элювий, делювий и колювий. Вот что такое элювий? Элювий это разрушенная порода, но не перемещенная. Обычно на пологих склонах или на останцах выветривания, на столовых горах. Порода разрушена морозным выветриванием, скажем, но она не перемещенная. Это эль-лювиальная порода. И вот это физическое выветривание, обратите внимание, это Алтай. вот была толща, по-видимому, она была слоистая. И в этой слоистой толщи это тоже элювий, он не перемещенный, но он образовался в виде вот таких перьев. То есть это морозное выветривание было. Очень просто характерная форма. Вот теперь переходим к другому типу выветривания. Это химическое выветривание. Это окисление, это гидротация, мы все рассмотрим, растворение, гидролиз, карбонатизация и другие. Вот обратите внимание, все эти процессы все приводят к разрушению пород. Именно не к созиданию, а к разрушению. Но разрушение может быть разным. Так, значит, мы рассмотрели типы физического выветривания, морозобойные трещины, разрушение и так далее. Но есть еще другой процесс, химическое выветривание. Вот это несколько более сложное, но вы должны его запомнить. Вот это гидролиз, то есть включение воды. Ну вот у вас есть калиевый полевой шпат калий-2 алюминий сито мул-12 плюс вода. И вот такое уравнение. Во что это превращается? Это возникает щелочная реакция раствора. Это грубое разрушение кристаллической решетки с отделением кремнезема, части кремнезема. И вот тогда возникает глина као-лин. Это китайское название. Гора такая есть. Ка-о-лин. А мы понимаем под као-лином чистую такую белую глину обычно. Ну из которого фарфор делаю всегда. Этот процесс называется гидролиз. Значит происходит распад калина на окисе алюминия и кремния. Ну это тоже понятно. И образующиеся в этом процессе вот калия и другие это основания называются в химии переходят в форму карбонатов. Вот видите какая сложная. Значит вот калия HCO3 и калий CO3 ну плюс вода. Вот это сложный процесс гидролиза. Я бы рекомендовал вам вот это я не помню есть ли это учебник по-моему есть но я не помню сам точно. Сфотографируйте это потому что это будут спрашиваться но есть еще процесс это присоединение воды гидротация гидро это вы понимаете вода вот феррун 2А3 плюс H2O образуется гидрат железа железо окисление пирит ну пирит вы знаете формула это тоже одна из форм гидролиза значит при окислении ну пиритов феррумез минерал образуются гидраты окислов ну плюс серная кислота которая будет выделяться значит сложный процесс значит смотрите вот химическое выветривание гидролиз гидротация и окисление при этих процессах образуются разной породы но это тоже разрушение уже не механическое выветривание не морозобойное а химическое выветривание вот это надо твердо понимать вот вода это главный элемент который вызывает разрушение поверхности любого минерала вот на этой схемке просто показано как молекулы воды могут отрывать или могут отрывать составляющие ионы от минерала ну плюс минус вот слева а вот вода его отрывают когда воздействуют на какой-то минерал поверхность этого минерала разрушается разрушается за счет взаимодействия воды с поверхностью минерала значит любая вода дождевая там я уж не говорю о соленой воде о морской и так далее воздействуя на минералы которые в земной коре она разрушает вот эту породу вот это очень важный момент и вот еще один тип вот вы в Крыму увидите это часто путаете я сейчас объясню почему долерит ну это базальт тут в интрузивной форме обратите внимание на правый снимок вот тут похоже на такие овалы блоки даже шары некоторые как они образуются образуются путем выветривания вот у вас возникает трещина трещины проникают в воды эти воды взаимодействуют с минералами данной породы ну допустим это базальт трещины увеличиваются они выветрилая часть образует вот такую глыбу а глыба потом превращается как бы в шар и у вас в обнажении как будто шаровая отдельность и вот это важно не путать это вам в Крыму на практике объясняли что вот шары в долеритах ну в базальтах это не шаровые лавы а это результат выветривания а пело лавы это результат излияния или вернее выдавливания ну излияния на большой глубине в морскую воду капли расплава которые застывают в виде больших капель то есть шаров пело лавы а это не то это шаровая отдельность скорлуповатая которую не надо путать с пело лавами а вот химическому ветриванию подвергаются ну все скульптуры начиная ну с древнейших там в Египте или в Греции но это в Англии я уж не помню где в лице да мраморная видите лева лев хороший лев а он весь уже выветрил он уже весь таких это маленькие впадинки такие серые все подвергнут химическому выветриванию потому что в воздухе много всяких элементов но он еще ведь это я уж не помню где видите выветривание и кричит чего он кричит непонятно ну выветривается и кричит по-видиму так это очень характерно для скульптуры это в Голландии по-моему где скульптура она металлическая медная но там коррозия металла это тоже уветривание а вот это известняк который со временем вот если он отполирован блок со временем он превращается вот такую текстуру разъеденная поверхность наши отдельные участки разрушаются сильнее чем участки их разграничивающие вот тоже в Великобритании ангел страдает от эрозии ну ясно что он не такой был это скульптура а там дожди кислотные идут а вот на этой схемке круговорот горных пород вот это тоже важная картина вот смотрите значит была ну горная порода скажем метаморфическая она опускается глубоко в землю под действием температуры и флюидов происходит ее плавление образуется магма магма начинает остывать из этой магмы образуются породы интрузивные которые внедряются в другие породы и вот это все процессы эндогенные то есть процессы как бы внутренние потом эти интрузивные породы выходят на поверхность разрушаются эрадируются размываются потом переносится потом где-то накапливаются аккумулируются превращаются в осадочные породы а потом идут дальше они погружаются находятся под большим давлением нагреваются образуются флюиды флюиды это любые растворы и переходят уже метаморфические породы вот это круговорот круговорот горных пород вот его тоже если вас попросят что такое круговорот горных пород надо нарисовать такую схему что-то вы можете пропустить но особо тут пропускать нечего значит измененные горные породы плавятся магма застывает внедряется выветривание эрадируется превращается в осадок и опять вот так породы крутится породы вот теперь перейдем к другому типу выветривания значит было физическое выветривание у нас ну и морозное выветривание морозобойное было химическое выветривание а теперь выветривание биологическое вот видите на этих снимках это корни корни каких-то растений которые образуются в трещинах и благодаря тому что корни то растут они раздвигают породу в сторону вот это очень характерное явление в Крыму в большом каньоне где вы будете вы это увидите но обратите внимание вот два блока вот корень какой-то ну и корень или ветка или ствол оно же расширяет значит у вас объем-то увеличивается а сюда попадают растворы всякие и породы разрушаются это биологическое выветривание вот это биологическое выветривание оно приводит ну механическое и биохимическое воздействие то есть растворение вот это на Четтердаге в Крыму вы видите это в Карелии на Валааме острове вон корни здесь вот видите это совершенно разные типы но биологическое выветривание очень распространенное а вот это биологическое и механическое выветривание это уже кладка известняков белокаменные палаты 15 век Москва вы смотрите как кирпичи вот эти разрушились уже это и биологическое выветривание разное ног там и другие организмы и разница температуры вот на поверхности в каком-то белокаменном подвале в заряде в Москве вот на поверхности растут кристаллы ну кристалл то увеличивает свой объем увеличивает он тоже разрушает породу если в тоненькой трещине образовались кристаллы они разрушат эту породу они вырастут вот сколько много причин таких разрушений вот арганит ну это тоже типа гипса рост кристаллов карбонатной толщины кристалл то растет а трещина то есть значит он воздействует на трещину это тоже в заряде все раскопали памятники вот эти карбонатные породы ну карбонатные известняки других то не было вот рост кристаллов в трещинах вот смотрите какой кристалл вырос и вот какой группа кристаллов конечно они и вот эти кристаллы они же расширяют то пространство в которое они образовались все ведется к разрушению вот это важно ну вот разные примеры кристаллов кристаллов ну тут просто памятники архитектуры они как правило строились из карбонатных пород что мрамор что известняк они все разрушаются и вот видите это очень характерно вот такие ниши образуются или вот водоросли рост водорослей что корни деревья что ветки деревьев что тоненькие водоросли они тоже разрушают то есть я хочу показать этим что вот биологические процессы приводят к разрушению пород которые накопились ну либо в воде либо там ну в воде в озерах прудах морях либо на поверхности это очень характерная форма они тоже разрушают а вот теперь перейдем к таким породам которые образуются при выветривании вот есть красноцветная кора это в пустынных районах обычно это важная полезность копаемая кстати а вот глинистая толщина тонко дисперсная то значит тонкая глина глина-то разная бывает а вот это тонкая глина а вот район глина-то куда сейчас все хотят лететь туда самолеты ходят это красноцветы кора выветривания а это алюминий глина-то это боксиды вон они все и и и и в тропической зоне образуется как раз кора выветривания вот она фиолетовая вот это очень важно но это не сколько охра сколько боксит то есть это алюминиевая руда но обратите внимание как она образуется вот это субстрат граниты потом граниты начинают разрушаться образуются обломки вот эти обломки называются дрессвой это очень характерно ну разрушены граниты выше эти разрушены обломки переходят уже как бы в глину такую гидрослюдистое монтмареланитовая бейделитовая зона бейделиты монтмареланиты это глины разного типа а потом переходят уже более чистую глину каолин каолиновая глина и вот выше это уже панцирь вот из феррун 2о и алюминий 2о3 вот алюминий это самое важно вот понимаете вот такая схема корово-ветреная в тропической зоне вот у нас на Урале были много было таких районов они выработаны все почти с бокситами значит раньше была тропическая зона хотя сейчас там совсем другой климат а вот это погребенная почва это вот тяньшань это по-моему Крым да Крым это вы увидите к северной Севастополя это скифские слои так называемые смотрите раз два три четыре четыре погребенные слои почвы а это на тяньшане прекрасно погребенную почву но это тоже было выветривание понимаете все эти процессы связаны с дезинтеграцией первичного материала вот теперь другой процесс который надо рассмотреть это влияние выветривания на те процессы которые происходят на земле ведь одно дело мы созидаем накапливаются какие-то толщины другое дело мы их разрушаем разрушаем за счет выветривания оно тоже разное значит выветривание любое ускоряет процессы которые происходят на склонах конечно на склоне больше разрушений чем на горизонтальной поверхности но это где-то на Байкале старый туннель или вот на склонах таких ну вот вы видите ускорение ну вот склон вот вертикальные каналы по ним эта порода будет разрушаться это тоже где-то я не знаю в Крыму или нет значит вот эти процессы активизируют те формы выветривания о которых мы говорили вот бастионные формы ну прям сооружение какое-то похоже на какой-то собор вот это бастионные формы если вам дадут такие фотографии какая форма выветривания вылаз сказать это бастионная форма а породы по-видимому конгломераты потому что в глинистых породах такая форма не будет а в конгломератах будет вот теперь еще один бит выветривания это связано с пещерами раздол это месторождение в предкарпатии на Украине на Урале колчеданное месторождение на Алтае тоже они есть предкарпатские вот это раздольское месторождение Шорсу это в Средней Азии вот в Узбекистане смотрите это кристаллы серые значит они образовались по трещинам или на поверхности вот тут вот они видны из этих кристаллов сложены вот эти глыбы вот кстати вот такого типа месторождения довольно развиты но это в пустынных областях в Туркмении в Узбекистане в Таджикистане а вот у нас там где развит карст мы сейчас рассмотрим вот здесь суфузия это тоже размыв суфузионно карстовой формы рельефа что такое карст карст это плоскогорье где-то в Македонии я точно не помню но именно там такое плато все в карстовых пещерах потом так и называется вот это процесс растворения и одновременно эрозии механической то есть переноса горных пород поверхностными и подземными водами и вот с этим растворением связан комплекс форм рельефа вот карст ну вы будете под Москвой изучать и в Крыму вот для того чтобы карстовая воронка сформировалась нужно знать состав пород характер рельефа трещиноватость и грунтовые воды у нас в Москве есть участки закорстованные например на шоссе я точно уже забыл как оно называется за Ваганьковым кладбищем и где ипподром вот там идет шоссе где провалы карстовая есть и некоторые дома покрыты вот трещинами и даже разрушали сейчас мы посмотрим вот карст делится на два типа это средиземноморский о котором я говорил вам по наименованию плато карст это именно плато и карст закрытый который не виден на поверхности но на глубине везде есть вот Крым вот это ела карбонатные породы а вот это байдарская котловина байдарская долина это напорные воды ну воду просачиваются здесь и вот тут образуются карстовые пещеры и вот карста бывает разный он бывает в карбонатных породах поэтому называется карст карбонатный он он бывает в таких породах сульфатных и в соляных галлоидный значит три вида карста галлоидный сульфатный и карбонатный значит разные породы разные типы карста ну вот в соляных пещерах в соляных пещерах галлоидный карст величка польша там с потолка и со дна растут вот такие камни виси блюстрады колонны называйте как угодно причем вот пещера величка я спускался когда-то там 60-е года мне там стало плохо там большие залы и соли где стоят кровати для лечит астму астматики а мне без всякой астмы просто стало нехорошо там ну такой вот воздух там насыщенный солями сейчас мы там пойдем туда а это открытый карст карст на поверхности когда карбонатные породы разрушаются вот такими узкими ну это не овраги а узкими щелями и карст растворяется и вот эта растворенная поверхность называется карры вот это вы запомните это не карры с одним р а карры с двумя р это поверхностные формы растворения карбонатных пород это обычно спрашивают всегда у вас в билетах есть они действительно несколько сантиметров могут быть десятка сантиметров но не более вот эти карровые поле вот эти карры развиваются вот так как показано здесь по трещинкам проникает вода растворяет карбонатные породы и образуется вот такое релье вот разного типа вот карровое поле есть а есть вот такие слева вытянутые участки карстовые воронки вот вы их в Крыму на Яйле на Чатердаге увидите в большом количестве они имеют разную форму поверхностные растворения и провальные 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 воронки вот провальные воронки очень много везде вот например ну это Крыму видите вот воронки в Крыму на поверхность Сиелы их несколько тысяч вы их все увидите только туда не ныряйте вот они такое впечатление что бомбили вот бомбежка вот одна воронка другая третья ну и так далее они есть и в предурале есть и около Волги например город Дзержинск он весь там провалено недалеко от Нижнего Новгорода видеть в предурале на один квадратный километр больше трех сотен воронок это конечно область которая не годится уже для работы а вот есть очень хорошие я не знаю если у меня фотографии в Китае вот вот такие вот это тоже карст был а это остатки от ворона воронки то вот здесь были вот они начинают развиваются развиваются и вот такие в Южном Китае видите как бы столбы это тоже карстовое релье вот это особенно красивые полье это большая впадина а вот эти причем дно плоское а вот эти остатки остатки известняков видят ну это все климат жарко здесь поэтому все покрыто растительность но обратите внимание сколько их на горизонте это очень красивое место такое ну вот они астанцы тропического карста карста вот это а а это станцы подземные формы карста вот видите это вы будете в пещере по-моему мраморная в Крыму вас водят туда значит вот воды подземные воды образовали пещеру из пещеры есть сток обычно в пещере есть озера а вот сверх ну как бы с крыши пещер свешиваются карбонатные такие сосульки которые называются сталактиты а снизу поднимаются тоже сосульки наоборот которые называются сталакмиты вот два слова вы должны обязательно знать сейчас мы рассмотрим еще есть очень крупные пещеры это новый Афон ну знаменитая пещера в Абхазии но есть и другие пещеры вот во Вьетнаме по-моему Сонг Дун вот видите вот сталактиты а вот сталагнаты а вот в Америке есть пещера мамонтовая длиной почти 600 километров это как от Москвы до Ленинграда вот такая пещера она очень сложная и вот смотрите сталактиты свешиваются сверху ну вот это планеты пещеры подводные пещеры это пожалуйста нижегородская область это район Дзержинска пресноводное озеро а на дне карсовая воронка карсовые реки красная 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 пещера крым по-моему туда не ходят сейчас потому что там вода и вам ползти нужно по глине а кто вас мыть то будет поэтому в другую пещеру ходят натечные формы вот смотрите сталактиты это же кальцит либо соль либо гипс капает отсюда вода насыщенная этими элементами и они откладываются и образуются сосы сосульки совершенно разного типа вот это как занавеска это как какие-то столбы а вот это сталагмиты которые поднимаются снизу а вот если сталактит сливается со сталактитом образуется сталагнат значит смотрите сталактит сталагмит и сталагнат сталагнат вот это слившийся сталактит сталактит и сталагмит снизу вот они соединяются такие тоже есть пещеры образуются иногда ванны вот такие в Словении есть в Турции есть вот где вы там отдыхаете любите отдыхать туда вода возят субхозия это тоже процесс который иногда закрытый вот вам карстовые воронки пещеры а сверху ничего нету вот благоприятные условия ну проницаемость отложения вода нужна уровень подземных вод ниже карстующихся пород и трещины ну карстующиеся породы это вот Тульская область Липецк то же самое в Дзержинской ну это вот Дзержинск там провалы все время а это промышленный район район промышленный но закорстованный вот смотрите мы рассмотрели с вами процесс выветривания он довольно сложный и разнообразный обязательно почитайте в книге в учебниках об этом потому что иначе вы не запомните социум в книге в книге видео в книге Субтитры создавал DimaTorzok